Птичка сорока. Короткий рассказ. Называется «Была весна». Была весна. Мы сидели в маленьком скверике, слушали, как лопаются на деревьях почки, и молчали. Изредка она поднимала пушистые, нежно подрагивающие ресницы и обволакивала меня солнечным взглядом своих восторженных глаз. Я для неё был Иваном Царевичем. Она для меня Василисой Прекрасной. И всё было чудесно, пока на соседнюю скамейку не присёл бабушка с плачущим внучком. Миленькая такая бабуся. Ути решила развеселить бабуся внучка, какой дядя сидит, и показала на меня. Внучек не развеселился. Ути какой у дяди носик, озабоченно пропел бабуся. Посмотри, какой длинный у дяди носик. Как у Буратино у дяди носик. Помнишь сказку про Буратино? Внучек кивнул и заинтересованно глянул в мою сторону. А посмотри, продолжала бабуся, какие у дяди ушки. Ути, какие большие у дяди ушки. Как у Соника в зоопарке у дяди ушки. Ушки мои вспыхнули, засветились двумя красными фонариками. Я их потрогал и чуть не обжёгся. Василиса прекрасно заметно поскучнела. Я решил отвлечь её внимание и громко сказал, погода-то какая сегодня хорошая. И услышал. А глазки? Посмотри, какие у дяди глазки. Ути, какие маленькие у дяди глазки. Солнце-то как светит ещё громче, сказал я. Как у мышки у дяди глазки. Внучек сиял. Погода-то не сдавался я. Совсем лето. А волосики-то? Ути, какие реденькие у дяди волосики. Можно сказать, и нет совсем у дяди волосиков. Нет и не надо, не выдержал я. Не в этом счастье. Главное, чтоб человек был хороший. А голосок-то голосок. Ути, какой неприятный у дяди голосок. Какой противный у дяди голосок. Какой у Кощея бессмертного у дяди голосок. А зачем он, дяди, приятный-то? Дядя не певец, не Магомаев. Куликов моя фамилия. Ути, какая смешная у дяди фамилия. И тут моё терпение лопнуло. Хватит, бабуся, закричал я. Хватит, или я за себя не отвечаю. Ути, какой нервный дядя. Сказал напоследок бабуся. Подхватил радостного внучка и заспешил к выходу. Она ушла, а я остался. Но только уже один, без Василиса, прекрасный.